Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам, как можно переводить любой аудио или видеоролики в текст. Это можно переводить текст с YouTube, с плеера, аудиофайла mp3 или там любой другой. Как это сделать? Нам для этого понадобится сервис SpeechPad.ru, волшебная палочка, шутка, а если точнее, то программа Virtual Audio Cable. Итак, приступим. Для начала давайте установим программу Virtual Audio Cable. Найдите ее сами в интернете. Также в интернете есть инструкции, где показывают подробные настройки, но я вам покажу, в принципе ничего там сложного нет. Значит, я уже все запустил, я тут переустанавливал Windows, у меня тут со звуком какие-то проблемы были, я тут еле разобрался с этим звуком, поэтому я не буду вам показывать, как установить саму программу, ничего сложного нет. Вы ее устанавливаете, нам нужно два файла с этой программы, контрольная панель, это вот control панель и audio repeater mp3. Я вывел заранее значки на свой рабочий стол. Запускаете в начале контрольную панель, устанавливаете здесь, вот здесь вот, устанавливаете два кабеля, нажимаете set и потом exit. Выходите, запускаете два таких окошка, то есть по этому значку первый раз кликайте, второй раз кликайте и у вас появляются два таких окошка. В одном окошке. Wave in мы настраиваем line 1 и wave out, line 2. Здесь, как я читал в интернете, рекомендуют установить буфер 200, вот здесь вот, я поставил 200. Это окно мы настроили, второе окошко мы настраиваем, значит так же самое wave in line 1, но wave out, динамики, или там что у вас, иначе мы не будем слышать, просто текст будет идти и все. Итак, я вам сейчас покажу. Это мы настроили, потом вот у меня еще есть окошко, это я настроил здесь запись, я установил микрофон line 1, но здесь у нас вход line 1, я поставил здесь тоже запись, не микрофон выбрал, а line 1. И воспроизведение я выбрал cable line 2, по умолчанию, установил по умолчанию line 2, переходим в голосовой блокнот на сервис, спичпад, по ссылке спичпад.ру, здесь настраивать ничего не надо, переходим на сайт ютуб, включаем воспроизвести. И глупость официального представителя госдепартамента США Джен Псаки уже сама по себе анекдот. Но если кто-то думает, что она аномальна, то ошибается. Она вполне в пределах допустимой нормы, той, с которой делается американская внешняя политика. Еще недавно президент Обама называл проблемой номер один в мире исламское государство, новообразующийся халифат на территориях Ирака, Сирии, да и Ливии тоже. И вот во вторник Обама впервые признал то, что всем было известно давно. То есть, дошло. Вы видите, что голосовой блокнот хорошо записывает, конечно. Вон текст весь в кучу, надо будет расставлять там точки запятые, подправлять неточности. Это само собой, без этого никак. Теперь я вам покажу запись с компьютера. Речь Андрея Золотарева с видеоплеера. Будет идти запись. Вот этот сегодняшний урок больше посвящен всем начинающим. Ну и начнем с вопроса, который... Включаем запись. Действительно можно заработать деньги в интернете. Как это ни странно, очень многие люди считают, что надо заработать либо вообще нельзя, либо можно поднимать какие-то копейки, кликая там платной рекламе и занимаясь серфингом сайтов. Ну, лично у меня, кроме улыбки, подобного утверждения ничего больше не вызывают. И не потому, что я сам зарабатываю в интернете, нет, а потому, что только в 2013 году денежный оборот в интернете составил более 800 миллиардов рублей, что представляет собой примерно 1,3% от ВВП России. Если кто не помнит, то ВВП это валовый внутренний продукт. В общем, как вы видите, все хорошо работает, просто замечательно. Таким образом, можно любое аудио перевозить в текст. Главное, чтобы аудио было более-менее качественное, чтобы не было всяких там... Музыка не играла и не было посторонних разговоров. Ну, я думаю, это вы и так понимаете. На этом все. С вами был Юрий Ивнушко. Увидимся в следующем видео.